Бисмилля, аль-хамду лилля, ас-салату, ас-саляму, аль-расулы ля. Напоминаю себе и вам, что сегодня 23 ноября, 21 год, 18 день месяца Рабья Афани, 1443 год. Вспомним адис, написывающий нам блага, которых мы живем, и мало благодарим. Дай Аллах нам быть среди благодатных, يا Аллах. Бисмилля, аль-хамду лилля, ас-салату, ас-саляму, 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 ас-саляму. Хадис упоминается в сборнике имама-муслима под номером 2038. Однажды пророк, алейхи саляту ассалям, вышел из дома в необычное время. Это было либо днем, либо ночью. Но есть передачи хадисы, какие-то сомнения. И вдруг он встретил Абу-Бакра и Умара и спросил, что с вами, почему вы этот час вышли из дома, что вас вывело из дома? Они ответили, голод, о посланник Аллаха. Тогда Расул Аллах сказал, алейхи саляту ассалям, «И я, клянусь Аллахом, в длане которого находится моя душа, меня вывело из дома то, что вывело и вас. Вставайте, пойдем». И они встали и пошли с ним. Они пришли к одному из ансаров, но его не застали дома. Когда супруга увидела пророка, алейхи саляту ассалям, она сказала, добро пожаловать, о почтенный гости. Пророк спросил, где такой-то, где муж? Она сказала, он пошел принести нам воды. Раньше водопроводов не было, алейхи саляту ассалям и таскали руками. И джаэль ансари, через некоторое время этот сахаб из числа ансаров пришел. Увидев посланника саляту ассалям и его двух сахабов, он сказал, хвала Аллаху, нет на свете сегодня человека, имеющего лучших гостей, чем я. И он ушел, через некоторое время пришел с веткой, на которой были финики разного типа, свежие и уже высохшие. И он нас угостил финиками и сказал, «Кушайте эти». И в это время он взял острый нож и стал выходить. Пророк ему сказал, «Ни в коем случае не закалывай молоко, дающее животное». Но он заколол какую-то скотину. Здесь не говорится, какая именно. Не говорится, эта скотина была дойная или нет. Упоминается, что он заколол для них барана и приготовил их, и накормил из этого мяса и из этих фиников. Когда они наелись и напились, пророк, алейхи саляту ассалям, обратился к Абу Бакру и Умару и сказал, «Клянусь тем, в длане которого, в руке которого, во власти которого находится моя душа, вы обязательно в судный день будете спрошены об этих благах». «Ах, раджаку мин буютику мульджу' ثумма лам тарджи'у хатта асабакум хадан на'им». Вас из дома вывел голод, и вы вернулись домой, сытые и облагодетельствованные этими благами. Аль-Хамду лиллях, Аль-Хамду лиллях, Аль-Хамду лиллях, Аль-Ляди ас-бага алейна ниамаху лахиратан обаатина. Хвала Аллаху, который наделил нас благами явными и скрытыми, сделал нас верующими, покорными, смиренными, наделил нас Кураном, отправил к нам посланника Мухаммада саля ва саля, который страдал и от голода, и от холода, и от всяких других бед и невзгод, для того, чтобы донести до нас эту книгу и это послание. Мы свидетельствуем, что он наилучшим образом выполнил свою роль. Дай Аллах нам быть искренними его последователями, благодарными рабами Аллаха, Аль-Хамду лилляху, исполняющими то, что он повелел, сдерживающимися от того, что он запретил. И пусть Аллах использует нас в том, чем он доволен. Пусть Аллах использует нас в возвышении, иI � Thessplus. Аллаху мастекдимна тема миру天и, а ина Мухамма заượcу и тарадатху, илля турзаван, илля ту беддила, и рабу аллаху. Аллахума заượcу от вас вczyнgrade, bounce нас в страну вами, аpointе Рай, и Мухаммаду саля ва салям, и с детьми друг à, и обturжении члены». Аль-Хамдуpit. Продолжение следует...